Куда еще меньше! Возмутились жители села на последнее предложение от федеральных властей. Они поручили проработать вопрос сокращения поголовья домашнего скота и птицы. Идея лимита поступила из Ставропольского края. Местный губернатор Владимир Владимиров посетовал, что зачастую фермеры выдают свое многочисленное хозяйство за личное подсобное. Как отреагировали на это амурские владельцы домашнего хозяйства, узнаете из нашего первого сюжета. Сократить рога, копыта, вдобавок и крылья предложили еще на прошлой неделе. Уже и Минсельхоз страны успел привести доводы. Мол, так и санитарные правила будут соблюдены и экологическая обстановка улучшится. Но жители амурских сел до сих пор не могут понять, для чего нужно это предложение. Людей вообще в такие рамки... Я слышал эту программу. Еще думаю, может быть это шутка, розыгрыш какой-то. А потом думаю, да мало ли, раз говорят, значит что-то будет. Людмила Ивановна уже почти 8 лет, как перебралась в село. Уверена, рассуждать на эту тему имеет полное право. Говорит, в нынешнее время регулировать численность домашнего скота особо не нужно. И так на подворьях нет прежнего количества животных и птиц. Сейчас мало кто держит коров. Во-первых, корма дорогие. Угоди сено косить-то где? А я держу чисто для себя. В селе Дмитриевка Ивановского района нам удалось найти домашнее подворье гораздо больше предыдущего. Валентина разводит коней, баранов и кос уже больше 20 лет. В случае одобрения предложения на лимит поголовья ее это может обойти. Ферма зарегистрирована официально, без статуса личного подворья. Дойни 55 голов было у меня. А молодняк сколько? Если 55 голов было, то дойни. Сколько молодняк-то поможет пить? У меня полный сарай, не хватило места, я комплекс держала. А теперь не хочу. Никакой помощи нет. Плати, плати. Это государство сколько можно платить? Сейчас у меня пенсию забирают. Тем временем жители села Дим принятию этих ограничений будут даже рады. Сельчане уже не знают, куда обращаться со своей бедой. В селе расположилась целая свиная ферма в пределах одного личного подсобного хозяйства. А это и невыносимые ароматы и беспризорные свиньи на улицах. Так что введение лимита на численность скота в пределах одного хозяйского двора димчанам только на руку. Это территория чужая, он все сюда перенес. Пока же владельцы птицы и скота остаются каждый при своем мнении на этот счет. Кто-то видит рациональное зерно в инициативе, кто-то воспринимает штыки. Между тем, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, ни о каком принудительном сокращении числа животных речи не идет. До конца сентября инициативу должны дополнить, а ответственные ведомства представят свои предложения по этому вопросу. Любовь Ломака, Сергей Захарушкин, Амурская служба новостей.